Когда вы на своем рабочем месте напоминаете белку в колесе, нужно остановить бег по кругу и расставить приоритеты, говорят специалисты по тайм-менеджменту. Это технология организации времени и повышения эффективности его использования. Возьмите пустой лист бумаги и напишите список шести самых важных дел рабочего дня. Проранжируйте, пожалуйста, эти дела по степени важности от одного до шести, где один будет самое важное дело, второе – это то дело, которое важное, но не так важно, как первое, но зато важнее, чем третье, четвертое, пятое и шестое. Когда наступит завтрашний день, вы делаете дело под номером один. Как только вы его закончите, переходите к делу номер два. И таким образом, когда у вас закончится день, даже если у вас дела займут очень много времени, вы всегда сделаете два-три самых важных дела. Существует эмпирическое правило «Принцип Паретта», названное в честь знаменитого экономиста и социолога. В наиболее общем виде правило формулируется так – 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата. Это относится и к рабочему времени. То есть, если вы из шести дел, пусть сделали не все, а всего лишь два, но самых важных, надо признать, что вы сделали свой день на 90%. Отсюда правило в тайм-менеджменте очень простое – осознайте свои цели и реализовывайте их в зависимости от приоритета. Но самое главное – не попасть в новую ловушку, намекив цели и приоритеты, очень просто снова припратить их в то же колесо, а себя в ту же белку, только бегущую еще быстрее. Чтобы вырваться из колеса, сместите приоритеты. Получается удовольствие не от достижения целей, а от самого процесса достижения, советуют специалисты по тайм-менеджменту. Обязательно хвалите себя за каждый успех, забывайте о неудачах и развивайте свою интуицию. План, в общем-то, иногда можно менять, если жизнь вам дает шанс уникальный, и вы чувствуете этот шанс. Проводите время своей жизни хорошо и ловите миг удачи, будьте спонтанными. Очень важно забывать свои неудачи и помнить только свои успехи. Идите к своим целям с открытыми глазами. Подводя итоги дня, скажите спасибо себе за то, что сделали два важных дела из шести, и забудьте о том, что не сделали четыре. На следующее утро вы проснетесь с ощущением того, что вы успешны, а новый день будете воспринимать как новую возможность сделать важные дела, выиграть, а не проиграть.